Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Сегодня мы вместе с вами поиграем в новую, очень интересную, необычную игру, которая называется Last Stickman Battle Royale. Вы все знаете PUBG, вы все знаете Fortnite и жанр Battle Royale, когда зона сужается, нам надо выживать. Но как это реализовано с Stickman'ами, такого вы точно еще не видели. Я сам, когда закачал игру, поиграл, немножко был удивлен, разбирался с управлением, но это необычная игра, в которую мы сейчас вместе с вами поиграем. Поэтому обязательно присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк и поехали! Let's go! Дело в том, что это у нас Android игра, и я играю на эмуляторе, потому вы сейчас будете видеть на экране курсор мыши. Но на самом деле, мне кажется, на телефоне или на планшете было бы играть намного удобнее. Вот бегает наш Stickman, у нас 53 человека сейчас на карте. Вы скажете, а где же эти 53 человека? Да, ребята, они есть, они есть, давай! Бей, 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 бей! Бей, 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 вали его, вали! Ну! Давай, бей, в рукопашную, видите? Завалил! Да вы что, издевайте, отстань от меня! У меня нет никакого оружия! Мы сейчас находимся в этом квадрате зоны, через 22 секунды будет сужаться зона. Нам нужно найти хоть какое-то оружие. Что касается аптечек, они у меня есть. Я их, походу, нафармил еще с прошлого раза. Сейчас мы переходим на другую зону, видите? Так. Я чуть тихонько спрятался. А что у нас тут? А вот у нас аптечки. Вот наша карта, где зона будет сужаться. Видите, где зона сейчас сужается? Вот так вот хаотично, непонятно как, но она сужается, ребята. Наша задача найти хоть какой-то огнестрел. И, как мы видим, аптечки-то есть. Чувак перед нами побежал с битой. Бито хоть какое-то оружие, у меня же сейчас только кулаки. Да, битой нету никакой. Здесь есть дробовик, здесь есть калаша, видел. О, какие-то патрики. Так вот мы бегаем, перемещаемся между зонами. Ну, это реально необычный геймплей, я вам серьезно говорю. Как, ага. Патроны как-то не берутся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там зона сужается. Куда нам надо бежать-то? Выстрелы вы слышали? Здесь кто-то был. Патроны валяются, вот и бит. Ой-ой-ой, не, дружище, ты с пистолетом, надо убегать. Надо убегать от тебя, куда-то вверх. Ну, у него пистолет есть, он нас заметил. По-любому он за нами бежит, мы уже можем куда-то... Ага, там зона... Ну, вы посмотрите. Мне сейчас придется его просто как-то обойти, перепрыгнуть. Просто я... И он меня убил. У меня некуда было деваться, там зона сужалась. Здесь в игре очень много назойливой рекламы. Я купил там около доллара стоит, чтобы внизу не вылазил баннер. Потом после каждого боя тоже реклама. Короче, реклама здесь повсюду. Потому любителям рекламы этому понравится. У меня уже есть пистолет, откуда у меня взялся пистолет, я не знаю, но он у меня есть, и я этому рад. Вот еще пистолет, но пистолет это лучше, чем вообще ничего, да? Тут мы сверху переключаемся, конечно, пистолет берем. Перезарядочка нам не нужна. ХП у нас много. Вот у нас карта. Куда будет сужаться зона? Вот. Можно, конечно, в центр пойти, но здесь нет, как... Знаете, как в обычном батлорояле. То есть зона с боков и уходит, получается, в центр, да? Либо в какую-то часть. Здесь же все рандомно происходит. Вы только что сами это видели. Сейчас будем просто бегать где-то по территории и смотреть, где есть получше оружие. О, вот смотри, первый наш чувак, которого мы сейчас завалим. Как-то вверх я стрелял, а что я вверх стрелял, а не вниз? А, я еще могу... Я понял, я еще как-то могу прицел водить. Ничего себе, слушай. Нормально. Время идет. Наша задача выжить. Сейчас еще 46 людей на карте. Мне кажется, в этой игре занять топ-1, это реально нужно, да? Иметь либо скил, либо какое-то везение. Давай мы сразу перезадерядимся. Тут зона, мы видим, как она пропадает. Вот она. Рандомно. Вообще, смотрите, как-то из центра. Мне кажется, выработать какую-то тактику здесь по усужению зоны практически невозможно. У нас есть миникарта с какими-то, типа, островами. Видим, маяк, на самом деле, такая чушь. Никакого здесь маяка нет. Ну, давай мы перейдем на другую локацию. Вот у нас другая локация. Уже вижу оружие получше. Все, я завалил. Ага, еще патрики. Ну, давай возьмем. У нас бита. Нет. Берем. Сейчас, смотри, с битой. На! Есть. Готовчинка. Отлично. Перезарядочка. Осталось 33 человека. Но я сейчас нахожусь в самом низу. Смотрите, каких вообще хорошо наизи-то. Вот патроны-то для чего? Наверное, не для этого патроны. Ладно, берем. Три патрона осталось. Но у меня еще пистолет есть, смотрите. В принципе, неплохо. О! Еще кого-то завалили. А птичка автоматически подбирается. Бита нам не нужна. Снова бита. Типа дома. Ну, очень смешно реализовано. Реально. И, мне кажется, на телефоне, если... Понятно, что нужен интернет для этого всего. Мне кажется, поиграть было бы довольно интересно. Ого. Ой, черт. Как он меня завалил? Вот как! 4 кила я сделал. И вот 31 место и 49. Давайте еще поиграем. Ну, как же ж так. Хотя бы в топ-20 дойти мне бы. Как-то... Как у него пистолет стрелял быстрее, чем мой. На! Ну, так бей, бей ты! Ты же сбитый! А, я его все-таки ударил. Непонятно, каким образом. Он оттуда прибежал. Так, аптечка есть. Давай перейдем в другую локацию. О, смотри! Снайперка здесь и дробовик! Снайперку ты бери. Ага, ну у дробовика больше патронов. Ну да, берем. А это для чего вообще подпатрики-то? Не, не берутся. Пистолет. Ну так, чего пистолета не берется? А, мы можем вот так вот взять. Ага, ну смотри. Неплохо-то. Смотри, сколько у нас патронов. Бежим вперед. У нас еще аптечка. Ух ты, калаш. С калашом я, конечно же, не бегал. Калаш вместо чего можно взять? Может, вместо пистолета возьмем? Да, калаш вместо пистолета. Смотри. У него так много патронов. Не знаю, для чего это патроны вообще. Тут и лежит уже. Ой-ой-ой, надо бежать в другую сторону. Бежим назад, потому что, смотрите, видите, тут зона уже пропадает. То есть, надо двигаться влево, откуда мы пришли. Тут, если честно, даже какая-то местность ни на что не влияет. Здесь просто у нас, как бы, сзади есть какой-то внешний вид, деревья, типа, разные локации. Мы просто бегаем по прямой и выпадает нам рандомно разное оружие. Воблер, блин, ну это смешно, реально. Стикмен воблер. Так, смотри. Давай в следующие локации. Ой-ё-моё, кто тут вообще? Смотрите, кого-то завалили. 52 выживших. Я просто в шоке. А ну, стоять! Стоять, сейчас стрелять буду. А чего ты не стреляешь-то? Всё. Ого, у него тоже калаш! У него тоже калаш. Ха-ха-ха-ха-ха! На изи! А патроны можно как-то забрать? Ага. Я вот не знаю, как тут патроны брать, если честно, пока что. Зона сзади нас сужается. Смотрите, надо бежать вперёд. Вот как тут взять патроны, а? Допустим, это же для калаша. Ага, их как-то... Я на... А, на них надо нажимать, да? Ой-ё-ёй. Ой-ё-ёй. Я понял. Оставляю здесь всё. Бежим вперёд. Вот снова зона сужается. Видите, то есть нам надо двигаться сюда как-то вниз. А вдруг оно здесь останется? Я что-то не успею даже добежать. 35 выживших. Ой-ё-ёй, зона, да, здесь. Но мы уже практически с неё вышли. Если, конечно, нам хватит времени, чтобы здесь не умереть. Да я понял. Через минуту клеточка закроется. Переходим в новую локацию. Там я только что кого-то видел. Кто-то есть у нас. Давай-давай. Лежать! Понял. А подожди, у меня что, патроны закончились? Мне кажется, надо вниз. Вот чувство у меня такое, что надо вниз. Бежать. Потому что это тоже клеточка. То есть навряд ли здесь в углу будет сужение. Есть шанс, что мы хотя бы в топ-10 зайдём. Так, что у нас по оружию? Давайте, наверное, калаш выберем. Он мне больше нравится. Сейчас снова здесь будет дверь. Давайте, дверь есть. Бежим сюда. Ого, всё, сужение. Смотрите, сколько нам бежать надо. Огонь! Двоих положил. Зона будет сужаться. Ого! Ого, как зона сужается-то. Бежим вперёд. Нам бы и перезарядиться не мешало. А, перезаряжаться он может на ходу. А вот аптечку юзать не может. Куда они бегут? Зона сужается! Они бегут не в ту сторону. Ребята, вы чё? По миникарте не понимаете, куда вы бежите? Давай, давай. Ещё. 23. 15 выживших, ребята. О, всё. Я убежал. Я убежал. Надо вниз двигаться. Что у нас по миникарте? Ага. Выстрелы слышал. Давай аптечку юзнем. Так. 85. Неплохо. А почему у меня сразу дробовик автоматически берёт? Ого! Зона! Сколько клеточек будет сужаться! Две клетки сразу! Та ё-моё! Ну как? Как он меня уделал-то? 10 килов сделать с 50-ти. Представляете? Я в шуке. Ещё разочек. Вот ещё игра затягивает. Вроде бы просто элементарно. У меня ещё есть что-то тут? Ага. У меня просто пистолет. Как он меня вырубил? Ну да. У него калаш был. Как он это сделал? Давай мы сюда. На край. Может тут всё-таки что-то будет. О, аптечки здесь есть. О, калаши есть. А, у меня опять аптечек. Не понял. Ты чё калаш-то не подбираешь? Нет. Давай мы возьмём место... Биты. Пехаль. Пистолет нам понадобится. А тут... Ух ты, и дробовичок здесь. Ты что? Калаш вообще в голову берёт с выстрела. Да. Тут тоже чувак-трупак лежит. Ну там мы очень близко были. Надо было калаш брать. То есть надо... С калашом было бегать. Так, что у нас с зоной? Давай глянем. Непонятно, как она будет сужаться вообще. Либо она сюда пойдёт, либо куда. То есть, короче, мы пока стоим здесь. Пока стоим минуту здесь. Хотя можно выйти на ту карту, посмотреть. Может с краешку. Может там какой-то лут будет нормально. Хотя какой лут? Броник никакой я-то не вижу. Ого, выстрелы слышу. Птичка. Кто стреляет? Главное, чтобы нам не пришлось потом обратно бежать это всё. Весь путь, а? О, чувака. Давайте их у чувака завалим. Такой бежит. А-а-а! На-на-на-на-на-на-на-на-на! Вот так. Кто сказал, что дробовик отстой? Никто не говорил. Но автоматчика завалили. Чувак с АК шёл. Что у АК у нас? Сейчас глянем, что за сужение будет. Ага, пока мы ещё остаёмся нормально в зоне. Пока мы тут бегаем. Всё, в принципе, отлично. Смотрите, 40. Вот интересно, здесь до топ-1 вообще возможно дойти или нет? Да надо быть таким везучим. Мне кажется. Чтобы найти вовремя оружие. Ого! Ага, патроны есть. Ещё... А, 60 здесь максимально. Ну да, либо вот здесь зона, может здесь... Ну, мне кажется, надо идти обратно. Навряд ли в угол будет сужение. Хотя пострелять, в принципе, можно по кому-то. Сейчас будет... Через 2 секунды глянем. Куда нам двигаться? Ага. Я знал, что будет такое сужение. Смотрите. Причём 3 клетки. Кто был в крайней клетке, сейчас они вообще сдохнут жёстко. Сейчас из 25 так мало людей останется. Бежим в другую сторону. Потому что вдруг здесь тоже будет 2 клеточки. Надо вверх подняться. Сейчас 2 надо пробежать. Эту и следующую. У нас нормально. Есть 5 хилочек. Полный боекомплект в калаша. Главное сейчас вовремя стрелять. Кстати, прицел показан здесь. На самом деле калаш стреляет дальше. Просто я по прицелу ориентировался. Он по-другому-то стреляет. Бежим, бежим. Смотрите. Сейчас зона закроется. И с 17, мне кажется, вообще понты останется людей. Там дверь только что была. Бежим. Вверх надо ещё. Через 5 секунд. Смотрите, сколько человек останется через 5 секунд. Но вряд ли кто-то успеет. Ого. Один только умер? Да не может быть. Что, в трёх клеточках был один чувак только? Они что, телепаты какие-то, экстрасенсы? Откуда они знали, куда нужно бежать? Всё, смотри. Что у нас по карте? Вверх надо двигаться. Просто вверх бежим. Там, получается, сначала вверху зона опряталась. Как бы находила. А потом она резко внизу начала. Поняли? То есть здесь рандом жёсткий. Непонятно, что да и как будет. А, подожди. Почему я бегу как-то в другую сторону? Мне надо вверх бежать. Почему я вниз бежал? Непонятная дорога какая-то была только что. Давай, мне надо вверх. Ну, правильно. Всё, бегу вверх. Ещё идём. Ого! Две клетки будет сужаться! Две клетки мне нужно пробежать. Одиннадцать человек. Ох, ребятки. Ничего себе. Я вам скажу, что здесь пожёстче, чем в папке. Потому что две клетки надо пробежать. Давай, давай, давай. А мы прямо возле зоны, да? Стоп, стоп. А почему? Куда мне? Я не могу понять. Мне же надо... Почему? Я здесь нахожусь на зоне. Так, бежим. Так куда я бегу вообще? Как мне бежать? Мне надо вверх бежать. Я ничего-то не понимаю. Как вообще работает механика? Шесть секунд. Я сдохну через шесть секунд. Да как так? Дверь. 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 Фух, я вышел. Ребята, секунды вы видели? Я вышел на последней секунде. Куда мы бежим вверх? Там дверь как-то рандомно появляется. Как-то надо смотреть на мини-карту. Где эти дороги вообще? Офигеть. Просто офигеть. Вот дверь. Переходим. О, я в последней точке. Просто в последней точке. Можно просто в этой точке в самый конец куда-то пойти. И она будет последняя. Вы поняли? То есть нам придется здесь друг друга выносить. Либо просто убить всех, кто есть в этой точке. Надо, чтобы здесь сзади не подошли. Четыре человека осталось. Топ-1. Мне кажется, это ярко будет. Давай мы сейчас подхилимся. Ну, я не скажу, что сложно. Но не скажу, что легко. А что, у тебя оружия не было? Как ты вообще дошел до этого топа, если у тебя не было оружия, чувак? Хе-хе. Топ-3 без стволов? Нет-нет, я никуда выходить не хочу. О. Топ-2. Нормально. И что, зона будет сужаться? Я первый, представляете? Топ-1 на 10 килов. У-ху. Воблер, вы посмотрите. Ну что ж, ребята. Довольно интересная игра. Филочка, как всегда, на игры есть в описании под видео. Это у нас Android игруленька. Но рекламы здесь очень много. Реально достает. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok